Купи телевизор BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Всем здорова, дорогие друзья. Сегодня ко мне приехал Redmi 9T, новинка от компании Xiaomi. И этот телефон, можно сказать, полная копия ранее вышедшего Poco M3. Характеристики практически точь в точь совпадают, но есть небольшие отличия. Все-таки Redmi 9T стоит дороже, чем Poco M3. Redmi, сейчас я вам покажу, сколько он стоит, какие есть варианты вообще. Итак, ну вот он наш герой сегодняшнего видео, Redmi 9T. Продается он в нескольких цветах. Это черная расцветка, оранжевая, синяя и даже есть еще зеленая. Ну, самая популярная, наверное, будет черная. Есть два варианта. Это 4,64 и 4,128. 4,64 стоит 12 400, а 4,128 стоит на 2000 дороже. Даже на 2,300. 14,755. Вот, я взял телефон в оранжевом цвете с памятью 4,64. Ну что ж, давайте распаковывать. Телефон у нас сделан в декабре 2020 года. Цвет Sunrise Orange, то есть оранжевый, 4,64. Made in China. Стандартная коробка для Xiaomi. Нарисован сам телефон в синем цвете, хотя у меня он в оранжевом. Большой логотип Redmi. Ну, давайте посмотрим, как он смотрится вживую. Это такой среднебюджетный смартфон, конкурент тому же Redmi 9, но не конкурент Note линейки. Тот же самый Note 9 Pro какой-нибудь, Note 9T, будут, конечно, поинтереснее. Это вот просто линейка Redmi. Если его сравнивать с Redmi 9, то у Redmi 9 есть свои преимущества, у Redmi 9T есть свои преимущества. Но Redmi 9T однозначно лучше, чем Redmi 9A и Redmi 9C. Вот так вот. Сейчас очень много Redmi. Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9, Redmi 9T. Открываем коробку. Здесь нас встречает конверт Design by Redmi. Здесь есть скрепка. Сразу достанем, чтобы проверить сим-лоток. Здесь есть силиконовый чехол комплектный, который тоже понадобится, чтобы телефон защитить от всяких царапин мелких. Вот он, силиконовый чехол. Сам телефон. Redmi 9T, 48-мегапиксельный. Четверная камера. Ультраширокоугольная камера есть. Макрокамера. 6000 мА аккумулятор. Большой. 18 Вт зарядка быстрая. 662-й Qualcomm Snapdragon, средней производительности процессор. Частота до 2 ГГц поднимается. Диагональ экрана 6,53 дюйма. Full HD+, дисплей. IPS-матрица. И двойные стерео, то есть стереозвук. Динамик есть здесь и здесь. Так же, как и у Poco. Открываем. Ух ты, какой он яркий. Напоминает мне оранжевый цвет в Redmi 9C. В Redmi 9C есть тоже такая ярко-оранжевая расцветка. Ну, посмотрите, как он смотрится. Вот реально бодро. Бодро. Просто бодро. Очень ярко, очень свежо. И максимально броско. Если вы хотите привлечь внимание, да, вы можете купить, в принципе, за 12 тысяч такой телефон. Посмотрите, у него еще здесь выходят как будто такие какие-то световые лучи возле камеры. Офигительно смотрится. Мне кажется, Redmi 9T в этом цвете наиболее привлекателен. Огромный логотип Redmi. Задняя крышка сделана из пластика. Но он настолько круто оформлен, что даже нет какого-то отвращения, да, что это дешевый материал, пластик. Посмотрите, как оформлена камера. Здесь у нас три камеры в ряд. И еще рядом одна дополнительная. Тоже такой интересный блок. Супер-квад-камера. 48 мегапикселей. Выглядит очень симпатично. Вот реально очень симпатично. Ну, спереди, понятно, стандартный телефон. Ничего сверхъестественного. А вот сзади в оранжевом цвете просто вот лайк. Реально, мне нравится. Давно я не высказывался прям так положительно о дизайне смартфонов. Но вот этот мне нравится. Ну, а что смысл? Все равно в чехле будете носить. Все равно в чехле, даже в том же комплектном чехле, телефон уже не такой яркий. Телефон уже не так круто выглядит. А если купите какой-то сторонний чехол с Алиэкспресса, какого-то темного цвета, то там вообще этой красоты не будет видно. Вот. Видите, чехол надели. Уже сразу он так помутнел. Уже сразу не такой красивый. Но в чехле уже, конечно, больше телефон защищен. Чехол немножко выпирает вот здесь. Видите, углы какие. А на экране наклеена пленка. По традиции сейчас тоже Xiaomi практически во всех телефонах клеит пленку. Давайте сразу заценим, что здесь за сим-лоток. Скорее всего, 2 плюс 1 можно установить. Все и сразу... О, скрепка какая-то бракованная. Да, смотрите, 2 плюс 1. Здесь еще резиночка такая проложена небольшая, чтобы вода не попадала. То есть можно установить сразу две симки плюс еще и флешку. Есть инфракрасный порт. Есть разъем для наушников. Разъем для зарядки Type-C. Динамик, микрофон. Кнопка включения. И это же сканер отпечатка. И это регулировка громкости качелька. Ну, в общем-то, все на удобном месте. Диагональ 6,5. Большой тяжелый телефон, потому что батарея большая. Так, что это такое? Мейн меню что-то. Ребут. Да я не хочу ребутать телефон. Ты что? Ребут, коннект. Ну, давай ребут. Я не понял, почему у меня он просто не включается. Вот, все. Redmi. Логотип показался. А что идет с телефоном в комплекте? Ну, конечно же, это зарядка. Это быстрая зарядка. 22,5 ватта. Да, 22,5. Такая же, как у Poco M3. И кабель белого цвета USB Type-C. Все, больше ничего в комплекте нет. И сразу из коробки телефон работает уже на современной MIUI 12 версии. И на Android 10. Вот он. Вот он телефончик наш. И видите, здесь какие обои. Уникальные, эксклюзивные обои для Redmi 9T. Прикольные, красивые. Смотрится интересно. Предустановленный софт. Как всегда, много всего. Мне кажется, с каждым новым Xiaomi становится все больше и больше. Здесь у нас есть и Facebook, и VPS Office, и eBay, Opera, Booking, Like, Zen, TikTok, Netflix, Mi Store, игры. Короче, куча всякого. Всякой всячины. Хорошо, что это все удаляется без проблем. Дальше. Это версия на 64 гигабайта. Хорошо, что нет варианта 3.32. От него постепенно отказываются. Этого уже не хватает. Оставляют его только уж для совсем бюджетных телефонов. Здесь 4.64. И давайте глянем, сколько памяти свободно по умолчанию. Вот вы видите, что занято из 64 гигабайт. Остальное свободно. То есть, в целом, памяти должно хватить для обычного пользователя. Версия MIUI сейчас стоит 12.01. Можно сразу обновиться на новую. 12.04. Занимает она не так много. Пускай скачивается пока что. Так, ну и версия Android. Как я уже сказал, здесь, к сожалению, не 11-я, не самая последняя, а еще прошлогодняя 10-я. Но, возможно, в дальнейшем они его обновят все-таки до 11-й версии. Сканер отпечатков находится сбоку в кнопке включения. Работает быстро. Также вы можете настроить разблокировку с помощью фронтальной камеры. С помощью своего лица. Сейчас я этим и займусь. Зарегистрировать, как я понимаю, можно два лица сразу. Так, окей, начнем регистрировать первое. Держите лицо в границах рамки. Держу. Держу, держу, держу. Раз, все. Запомнил. Красивые анимации. Ну, вот здесь вот огрех, да. Посмотрите, как смещен текст. То есть, ну, видно какая-то сырость. Не доделали вот это вот. Надо было ее по центру разместить. Окей. Лицо номер один готово. И теперь мы можем добавить еще данные одного лица. То есть, например, какого-нибудь вашего знакомого друга добавить, чтобы он тоже мог разблокировать ваш телефон. Или можно свое лицо по второму кругу добавить, чтобы он уж прям точно вас запомнил. Или с другого ракурса там можно себя немножко взять. Так, вот лицо номер два. Видите, все, больше я не могу добавить. Только два лица. Только два лица можно добавить. И отпечатков пять штук. Пять отпечатков можно добавить. Так как телефон бюджетный, им не хватило, видимо, средств для того, чтобы установить здесь экран на 90 Гц. Здесь стоит экран на 60 Гц, но зато он Full HD+. То есть, ну, кому-то больше такой экран нравится, 60 Гц, но зато высокая четкость. А кто-то, наоборот, предпочтет высокую, более высокую герцовку и экран с разрешением HD+. Например, как у OPA53. Ну, то есть, хотелось бы все-таки, чтобы было и то, и то, но здесь просто не хватило, видимо, бюджета. Экран, в принципе, неплохой. По четкости, по яркости, но не самый лучший. То есть, яркость не самая большая, но, в принципе, ее хватает. Обычный такой экранчик. Шесть с половиной дюймов. Фронтальная камера выполнена в форме капли, ну и внизу имеется подбородок. Желательно, конечно, убрать защитную пленку. Она не так сильно защищает экран и наклеит сюда какое-нибудь хорошее защитное стекло. Тогда уже экран будет под защитой. С Google сервисами никаких проблем нет. Были новости, что сейчас Xiaomi на китайских версиях своих телефонов запрещает установку в приложении из Play Market, то есть, запрещает вообще использование Google сервисов. Это, как я понял, Xiaomi хочет отомстить Google, Android, видимо, за то, что Америка тоже в санкции включила Xiaomi. Короче, посмотрим, чем эта ситуация закончится. Как я понимаю, Xiaomi сейчас тоже начнут потихонечку щемить со стороны Америки, как это было с Huawei, с ZTE в свое время. Но Xiaomi, я думаю, просто так не сдадутся, так сказать. И я думаю, что все будет нормально. Запрета не коснется полного Play Market. Play Market есть во всех телефонах Xiaomi сейчас, поэтому никаких проблем с приложениями, с установкой приложений быть не должно. По поводу NFC. Есть ли здесь NFC? Давайте мы сейчас сразу и глянем. NFC. А, подождите. Это телефон Redmi 9T. У Poco M3 NFC нет. А есть ли здесь NFC? Давайте глянем. Заходим в настройки. Пытаемся найти NFC по названию. И NFC он не находит. Представляете, NFC, как я понимаю, здесь нет. Либо нет в каких-то версиях. Сейчас я эту информацию еще точно узнаю. Пишут, дорогие друзья, что есть NFC в Redmi 9T, но почему-то я его не смог найти. Пишут, что в зависимости от региона. То есть, ну, возможно, именно в моем телефоне нет NFC, потому что он как бы из Китая, для европейского рынка. Может быть, те телефоны, которые продаваться будут у нас в России, они уже будут с NFC. Такая же проблема была в Redmi 9, в Redmi Note 9. Там тоже некоторые версии были с NFC, некоторые без NFC. На мой взгляд, это супер глупо так делать. В рамках одной модели делать разделение. Я этого никогда не пойму. И вот конкретно в моем телефоне NFC нет. Сейчас даже есть такие телефоны Redmi, на которых на коробке наклеечка стоит, что NFC. Вот здесь, видите, у меня нет наклеечки NFC красный. А вот, например, у меня есть телефон Redmi Note 9. Он тоже в двух вариациях. С NFC и без NFC продается. И на коробке с NFC есть прям наклеечка NFC. То есть, вы видите, да? Не знаю, ребята, что за дурь такая Xiaomi так дурит. Зачем экономить? Но в конкретно моей версии NFC нет. В то же время, в некоторых версиях NFC будет. И тогда, тогда это получается лучше, чем Poco M3. Потому что в Poco M3 вообще ни в каких версиях NFC нет. А здесь хотя бы у вас есть шанс выцепить версию именно с NFC. Железо. Как я уже сказал, здесь 4.64 по памяти. Хороший объем. Это стандарт для 2021 года. Процессор Snapdragon 662. Восьмиядерный. Частота 2000 МГц. Немножко улучшенный 660. Который уже давно был представлен. Видеоускоритель Adreno 610. Ну и давайте сейчас мы это протестируем в тесте Antutu Benchmark. Но перед этим, конечно же, мы установим самую последнюю прошивку. Вот сейчас она у меня скачалась. Идет перезагрузка. И уже на новой прошивке протестируем его в Antutu. Тут что, наконец-то обновился телефон. Я рассчитываю, что он должен набрать как минимум 170 тысяч баллов в Antutu. Все, давай, не подведи меня, Redmi 9T. Так, 181 тысяча. Ну, в принципе, неплохо. Что, если брать его за 12 тысяч примерно, за 13. Вполне ожидаемые результаты за такие деньги. Мне нравится, что греется он совсем чуть-чуть. Всего лишь на 0,7 градусов. И батарея всего на 2% просела. Ну, просто потому, что она здесь очень большая. На 6 тысяч миллиампер. И поэтому разряжаться она, конечно, будет долго. Батарея здесь одно из самых главных преимуществ этого телефона. Даже на коробке указано, что батарея здесь 6 тысяч миллиампер. Это самая главная фишка. Тест на троттлинг. 15 минут ставим. Раз. Поехали. Ну, и вот такие результаты после 15 минут стресс-теста. Значит, троттлинг имеется, но он небольшой, примерно 20%. Ну, а это наш любимый PUBG Mobile. Сегодня такая погода. В PUBG розовый какой-то закат. Посмотрите, в какую я классную местность приземлился. Здесь столько построек. Так, ну и что? Телефон нельзя считать прям полноценно игровым. Какой-нибудь Redmi Note 8 Pro двухлетней давности будет гораздо мощнее по производительности. Но и не слабачок этот телефон. То есть, поиграть можно. Конечно, не самая топовая графика. Не самая плавная картинка у вас будет. Если говорить про быстродействие, то примерно равен процессор тому же Exynos U9611, который стоит в Galaxy A51. Kirin U710. Чуть-чуть помощнее он Kirin U710. Примерно тот же уровень, что 660 Snapdragon чуть мощнее, чем 460, но проигрывает 720 Snapdragon, проигрывает 810 Kirin, проигрывает кому еще Helio G90T, G95. Даже в Antutu он набирает меньше, чем G80. Вот, так что, ну, так себе. О, Гаврик. Перестрелка, перестрелка. Опа, все. Раз и все. Тот же Dimensity 800U, который стоит в Note 9T, он раза в два, наверное, мощнее. Ну, не в два, но в полтора точно, чем вот этот Snapdragon 662, который стоит в Redmi 9T. То есть, есть сейчас 9T и Note 9T. Так вот, Note 9T, он мощнее, чем обычный 9T. Посмотрите, что такое с небом, я не понимаю, это я что, в Майнкрафт какой-то играю? Что такое, что за пиксельное небо? Что это за, это баг или это так и должно быть? Небо такое пиксельное вообще. Ой, это что там такое? А, это куст, мне показался человек. Чем мне нравится Redmi 9T, это такой своей универсальностью, такой простотой какой-то обычной, да? Знаете, вот что во многих телефонах уже не встретишь, здесь это все присутствует. Например, разъем для наушников, например, стереозвук, например, 2 плюс 1 сим-карта, например, инфракрасный порт. Даже FM-радио оставили, не стали убирать. То есть, по сути, вы подключаете сюда самые дешевые какие-нибудь наушнички, и у вас уже радио будет работать. Это круто, я считаю, и не нужен даже интернет. То есть, даже где-нибудь в глухой деревне вы всегда найдете чем заняться. Подключайте наушники и слушайте радио, кайфуете. Ну, а теперь про камеры, дорогие друзья. Вот чем отличается Redmi 9T от Poco. Если у Poco было всего 3 задних камеры, то у Redmi 9T 4 задних камеры. Здесь 48 мегапикселей основная камера, 8 мегапикселей ультраширокоугольная, 2 мегапикселя макро и 2 мегапикселя портретный объектив. А фронталка одна на 8 мегапикселей. То есть, если в том же Poco M3 нет ширика, то здесь в Redmi 9T ширик есть. Вот как происходит переключение. Ширик, обычная камера, цифровой зум 2х, максимальный зум здесь 8х. Есть режим искусственного интеллекта, чтобы камера сама определяла, что у фото идти, подстраивала специальные настройки. Есть режим портрета, есть режим ночной, 48 мегапикселей. Ну, в общем, все неплохо, да? Видео, запись, в каких форматах производится. Тоже мы сейчас зайдем в настройки и поглядим. Заходим. И здесь... Так, а что я не понял, почему я не могу выбрать размер видео? Почему у меня стоит 720p и все? Почему я не могу переключиться в Full HD, либо в 4K? Это что за интересная такая система? Да, вот это я пока понять не могу. Я же включил видео, обычное видео. Но почему-то 720p только. Странно. Если мы переключаемся на фронталку, то здесь доступно Full HD и 720p. А на заднюю камеру только 720p, да, что ли? Очень как-то странно, очень непонятно. Что за баг? Интересно. Макро. Макро 720p тогда включается. Ладно. Двигаемся дальше. Заходим в настройки обычной камеры. Переходим на фронталку. Делаем фото без всяких эффектов. 8 мегапикселей камера. И она здесь не самая лучшая. Она здесь хуже. Хуже среднего уровня. То есть она очень такая мыльная, нечеткая. У того же Redmi Note 9T намного четче камера. Там уже 13 мегапикселей. Здесь фронталка реально бюджетная, прибюджетная. Очень простенькая. Очень плохенькая. Делаем портретную фотографию на заднюю камеру. Фотка сделана. Смотрим, что у нас получилось. Ой, фото темное. Но зато детализация максимально крутая. Правда, много шумов. Посмотрите, реально лицо очень детализированное. Правда, темное. Попробуем сделать фото в режиме 48 мегапикселей. Итак, вот сфотал коробку. Посмотрим на детализацию. Ну да, в режиме 48 мегапикселей. Неплохо, но не идеально. Тоже видите, текст плывет. Особой четкости не наблюдается. И последнее. Это давайте попробуем сделать ночной снимок в ночном режиме. Тоже не самый лучший показатель. Посмотрите, как много шумов. Какая картинка смазанная. Не четкая при приближении. Короче, камеры здесь реально бюджетные. Очень такие, я бы сказал, плохенькие. Особенно при плохом освещении, при плохих условиях. В общем, я не знаю. Может быть, спасет Google камера этот телефон. Но если вы возьмете тот же Note 9, какой-нибудь прошлогодний Note 8, Note 8 Pro, да даже Note 7. Они, мне кажется, лучше фотоют. То есть здесь настолько простые, дешевые камеры. Сэкономили. Видимо, сэкономили реально. Проверка звука. Стереозвук. Отсюда идет звук и отсюда. Максимальная громкость. Чуть перемотаем. Звук сочный, громкий, но все-таки динамики неравнозначные. Нижний динамик намного громче. Этот динамик просто так подыгрывает чисто для вида. Он очень тихий, но все равно некий эффект стерео все равно как бы создается. И это хорошо, что он хотя бы здесь есть. В итоге я могу сказать, что это хороший народный смартфон. Он кажется достаточно скучным. В плане того, что здесь нет чего-то ярких, каких-то выдающихся моментов. Это просто рабочий телефон. Здесь все на среднем уровне. Но в то же время это тот же самый народный смартфон. Такой вот, знаете, без жутких минусов. Дешевый, приятный, простой достаточно, хорошего качества. Все как мы любим. То есть у нас в стране, я думаю, этот телефон зайдет на ура. Xiaomi топ за свои деньги. Из минусов, что я могу сказать? Ну, камеры с довольно посредственной. Экран не 90 Гц, а всего лишь 60. Дизайн спереди, немножко уже поднадоевший вот эта капля, вот этот большой подбородок. Сзади дизайн вообще шикарный. Ну и больше, наверное, каких-то серьезных минусов я и не вижу. Телефон за свои деньги реально нормально себя показывает. То есть я бы за эти деньги его бы купил. Это лучше, чем какой-нибудь там купить Samsung за те же деньги. Всем удачи и всем пока!